Появиться на свет этим крохом помогли акушеры и медсёстры Запорожского третьего роддома под руководством главного врача Сергея Коломойца. По словам Сергея Прокофьевича, рождение близнецов всегда сопровождается огромным риском, поэтому медики относятся к таким родам особенно пристально. Так и случилось с Галочкой. Пришлось помогать ей рожать этих детей. Вы видите, они красивые, а здоровье, ну они минимально потеряли то, что могли потерять в той ситуации, которая возникла. Поэтому я надеюсь, что мы скоро будем абсолютно здоровы и пойдём домой. Галя Кузнецова считается на телекомпании «Алекс» одним из лучших монтажёров. Это с помощью её золотых ручек выходят в эфир такие программы, как «Школа выживания», «Окружающая среда», «Полёт длиною век» и другие. Со своей новой программой «Мамы» она тоже справилась блестяще. Родила две своих копии почти по три килограмма каждой. Галочка, а как назвали? Никитка и Кирилл. А какой из них? Первый, второй, старший, младший? Никитка, вот он первый, получается, он старше, но чуть-чуть меньше. А Кирюшка, он чуть больше, но второй. А как ты их различаешь? Ну, не знаю даже. Надо кому-то родинку приделать. Не, зачем? Оно и так, ну не знаю, уже начинаешь различать. Между прочим, только с начала 21 века у сотрудников телекомпании «Алекс» родилось 20 сыночков и дочек. Причем наследники многих наших коллег появились на свет именно в третьем роддоме. Такую статистику их крестный отец Сергей Прокофьевич не ведет, но всегда рад рождению маленьких запорожцев. Мы работаем командой. Я не могу сказать, что это только моя заслуга. Заслуга всего коллектива, всей команды. Поэтому я счастлив, что у нас такая команда, что мы способны на такие совершения. Близнецы – это значит, что всего должно быть вдвое больше. Молока, ползунков, игрушек, кроваток. Вот поэтому и подарила наша телекомпания Галине Кузнецовой это транспортное средство, похожее больше на первый автомобиль Никиты и Кирилла. В нашей большой дружной семье стало на двоих мужчин больше. Это вдвойне приятно, потому что в последнее время в журналистике в основном работают женщины. На их руках и плечах сегодня держится вся та тематика, которая, к сожалению, присутствует в наших новостях, в наших передачах. Но я думаю, что это вдвойне приятно еще и потому, что если в стране мужчины способны любить, женщины способны рожать детей, то, на мой взгляд, этой стране не страшен ни кризис, ни дефолт. Все будет хорошо.